Это важный вопрос. Это вопрос, из-за которого люди нередко теряют веру в Бога, или вообще не верят в Бога. И он звучит так. Почему с хорошими людьми случается что-то плохое? То есть, если существует хороший Бог, он благой, он любящий, и он силен остановить зло, чтобы оно не происходило, тогда почему? Это же просто неправильно, это просто нечестно, когда у трехлетнего ребенка лейкемия. И почему благочестивый отец, который спасает кого-то, он пожарник, он спасает погибающих, и его убивает какой-то грабитель? Почему происходит подобное? Интересно, что в 9 главе Евангелия от Иоанна ученики Иисуса видят человека слепого от рождения, и они спрашивают его, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Ишуа отвечает, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Интересно, что Иисус, который знал все, не сказал точно, почему тот человек был слеп. Это явно не была его вина. Он не грешил в утробе, и это не была вина его родителей. Но для Иисуса это была возможность проявления Божьих дел. В мире происходит очень много вещей, на которые мы не получим ответа в этой жизни. И даже если бы Бог дал нам ответ, мы были бы не способны либо понять его, либо принять, либо поверить в него. Но факт в том, что любая подобная ситуация — это возможность для того, чтобы проявилась Божья доброта, чтобы Бог проявил себя как целитель, как чудотворец, как тот, кто проводит нас через трудности. И часто такие вещи, которые должны разрушить нас, они делают нас сильнее. То, что было камнем преткновения, становится краеугольным камнем. Давайте смотреть на мир иначе. Не будем спрашивать, как такое могло произойти, а спросим, Господи, как это можно использовать, чтобы явить Твою славу и помочь людям. Субтитры создавал DimaTorzok